Там, где есть книга, человек не остается наедине с самим собой, в четырех стенах своего кругозора. Он приобщается ко всем совершениям прошлого и настоящего. Потому и библиотеки – это своеобразные магазины человеческих фантазий. Здесь есть литература на любой вкус – путешествия и приключения, романы, детективы, исторические и научно-публицистические издания. А библиотекари всегда помогут определиться с выбором, посоветуют нужного автора и ответят на интересующие вопросы. Именно они сегодня отвечают за сохранность книг, которые на протяжении многих веков остаются источником мудрости. Библиотекари, люди, которые работают сегодня с литературой, работают с людьми, с посетителями, они всячески должны содействовать тому, чтобы каким-то образом нашу молодежь, наших детей сегодня отвлечь от этой индустриализации. Потому что нельзя сопоставить механическое восприятие сегодня книги или какой-то другой информации, живой книги. Владимир Исаевичев вместе со своим коллегой по творчеству Юлианом Левчуком с удовольствием посетили город над Бугом в преддверии дня библиотек. Встреча с этими талантливыми людьми была организована при поддержке Генерального консульства Российской Федерации в городе Бресте, а также представительства Россотрудничества в городе над Бугом. Оба поэта – москвичи. Два талантливых человека с разной судьбой и разными профессиями в один момент поняли, что их предназначение – быть литераторами. Владимир Исаевичев по образованию юрист. Свою профессиональную карьеру начинал в городе над Бугом, где провел 9 лет жизни. Юлиан Левчук – человек военный. В свое время окончил военно-политическую академию, педагогический факультет. Был преподавателем. За время военной службы объездил всю Россию от Байкала до Черного моря, при этом занимаясь поэзией в литературных объединениях при газетах и журналах. Соединяет этих двух совершенно разных людей любовь к литературе, поделиться которой они приехали в город над Бугом. Я, зная о великом подвиге воинов, которые стражались здесь с немецко-фашистскими захватчиками, захотел увидеть своими глазами Брест и готовлю написать стихотворение о Бресте. Мы именно на книге воспитывались, и мы тоже воспитывались, и наше поколение. И хотелось, чтобы наши дети тоже были преемниками той любви к книге, которую нас воспитывали в прежние времена. В качестве подарка авторы посвящали гостьям праздника свои стихи и комплименты, ведь главная тема творчества поэтов – любовь. Любовь к женщине и к родине. В перерывах между выступлениями звучали классические музыкальные произведения в исполнении струнного квартета, которые придавали атмосфере камерности и торжественности. Мы сюда приехали в библиотеку после встречи со студентами филфака БГУ Брестского государственного университета. И надо сказать, что вот эти люди, несмотря на то, что за окном сегодня хмуро, но у нас у всех поднялось настроение, и весна расцвела внутри каждого из нас. Кроме встречи с поэтами, ветераны библиотечного дела и лучшие работники, получили грамоты и подарки от представителей городской вертикали. Также в этот торжественный день ряды библиотекарей пополнили два молодых специалиста. С профессиональным праздником сотрудников поздравила директор Брестской городской библиотечной сети Светлана Семашко. Осенний бал в Центральной городской библиотеке имени Пушкина стал ярким и красочным мероприятием в летописи событий города над Бугом.